Детские сады Что у нас сегодня такое радостное событие В соответствии с распоряжением Постановлением Роспотребнадзора И губернатора с 6 июля Детские сады начинают работать в штатном режиме Благодаря этому постановлению Мы, скажем так, порадовали всех родителей У которых не было возможности Оставлять с кем-то детей Помимо организации дежурных групп Мы открылись в штатном режиме Все дети довольны, кто пришел с сегодняшнего дня Начали посещение около 5 тысяч детей Во всех детских садах открыты группы Но это еще не вся масса детей Которая вышла Потому что очень многие находятся В настоящее время в отпуске Как обычно они летом и планировали Поэтому дети были рады встретиться друг с другом Воспитатели были рады увидеть своих воспитанников И соответственно все меры Которые будут соблюдаться В соответствии со стандартами Министерства образования Роспотребнадзора По защите здоровья детей Наших и наших сотрудников в детских садах А какие конкретно это меры Какие меры предприняты для сохранения здоровья И воспитанников И безусловно конечно же воспитателей Ну так как у нас уже с 23 марта Были организованы дежурные группы Соответственно все эти меры уже соблюдались И они также будут продолжаться Это утренний фильтр воспитанников И сотрудников детского сада Это дезинфекция Дезинфекция всех мест посещений Это обязательно измерение температуры Сотрудникам два раза в день Это смена масок сотрудников Через каждые три часа И ограничение посещения родителей В доступ в помещении детского сада И больше гулять детям на прогулках Занятия стараться при хорошей погоде Делать на свежем воздухе И соответственно в групповых своих ячейках Чем меньше чтобы дети пересекались друг с другом Если говорить про утренний фильтр То какие рекомендации у воспитателей У медицинского персонала детских садов То есть на что они обращают в первую очередь внимание И как они действуют в случае Если выявляют заболевшего ребенка Потому что мы безусловно все знаем примеры Когда родители чуть-чуть недолеченного ребенка Или с сопельками приводят в детский сад Самая главная рекомендация наша для родителей В первую очередь Прежде чем они ведут ребенка в детский сад Это дома измерить ему температуру И если все хорошо с температурой Они ведут его в детский садик А при любых признаках ОРВИ Лучше остаться дома Вызвать врача, чтобы предотвратить какую-то ситуацию Точно так же и нашим сотрудникам Мы рекомендуем прежде чем идти на работу Измерять температуру Все сотрудники детских садов И когда работали в штатном В дежурном режиме группы И сейчас в штатном режиме Все прошли тестирование на ковид Поэтому мы спокойно за наших детей За наших сотрудников Как теперь будет строиться образовательный процесс Есть ли и сохраняются какие-либо еще ограничения На проведение тех или иных мероприятий Вы знаете Образовательный процесс Он все равно будет идти вместе с планом учебных С образовательной программой Кстати, переход на дистанционное обучение Не только в общеобразовательных учреждениях проходил Но и также у нас в детских садах И детям, кстати, это очень понравилось Также и родителям Потому что, по крайней мере, они увидели Какие у них дети молодцы Как они много умеют Как они могут Воспитатели не дали соскучиться без детей И всю эту работу проводили И сейчас, в принципе, эта работа вся будет идти Уже в группе То есть каждый по своему плану Образовательная деятельность будет проходить В соответствии с учебным планом Если раньше путевки в детский сад Родители получали после 1 апреля То сегодня я правильно понимаю, что сроки сдвигаются Как будет проводиться эта кампания? Комплектование мы сделали в соответствии со сроками Единственное, как раз попался Получился период пандемии Выдачи путевок мы не производили Мы порекомендовали родителям Направлять заявление на почту детских садов И уже детские сады отрабатывали Когда уже сняли более-менее какие-то ограничения Детские садики в соответствии с графиком С соблюдением дистанции Постепенно, по графику Приглашают родителей на выписку путевок Если у них уже готовы медицинские карты Эта пандемия никак не повлияла на процесс комплектования Он как шел, но только с определенными Какими-то ограничительными мероприятиями На сегодняшний день остаются еще те родители Которые до сих пор не получили путевки в детский сад? Это только те родители Которые отказались, либо переехали в другой регион Или в другой город Поэтому наши все дети Которые были в первом комплектовании Они все путевки получили Кстати, вы сказали о том, что кто-то может Действительно, жизнь не стоит на месте Кто-то уезжает Ситуации разные складываются Все-таки что происходит с путевкой Когда от нее отказываются? В соответствии с нашим регламентом Когда происходит процедура комплектования С момента направления в детский сад Ребенка родителям дается 30 дней Но это была стандартная процедура Для того, чтобы они могли в течение 30 дней Прийти в детский сад Принести пакет документов И зачислить ребенка в детский сад Уже с определенной даты С которой им удобнее Допустим, в летний период Они уходят в отпуск И приходят к 1 сентября Если перед этим руководители Любым способом уведомляют родителей Посредством телефонной связи Электронной почты Либо почтовым уведомлением О том, что их ребенок Направлен в детский сад По истечению 30 дней Если родители не появляются То есть никак себя не обозначают в системе Появляется статус для ребенка Не явился И следующий уже процесс комплектования Идет как доукомплектование На свободные места На те места, на которые дети не пришли Следующие по очереди дети направляются Ну, наверное, таких у нас В нашем округе достаточно Кстати, вот на сегодняшний день Уже все сады укомплектованы? Да, мы все сады Первое комплектование У нас всегда мы комплектуем Все 80 садов Но у нас есть время До 1 августа Провести мониторинг Для того, чтобы выявить Какое количество детей у нас пришло Какое не пришло И что мы еще С 1 августа Какие места можем открывать Набирать детей В основном это, знаете Миграция населения Бывает в новостройках Микрорайонах Потому что люди приезжают Покупают квартиры Потом уезжают в другое место Либо просто еще Пока не заехали Делают ремонты И, естественно У нас есть такие моменты Что до укомплектования Все равно у нас проходит Где-то до октября месяца Вот все-таки детсадовская Большая семья У нас будет с 1 сентября Сколько воспитанников? Более 20 тысяч воспитанников Это все 80 садов нашего округа У нас было 72 И добавилось 8 Городов-звенигорода Поэтому очень большая сеть Муниципальных образовательных учреждений Можно сказать и по области тоже И более 20 тысяч воспитанников Будут с 1 сентября Посещать наши детские сады Ну, несмотря на то Что ведется управлением образования Большая информационная И разъяснительная работа Безусловно, остаются вопросы у родителей Вот что бы вы сегодня пожелали Тем родителям Которые в день открытия детских садов Не привели детей Еще пока опасаются Или выжидают Вот все-таки Как подготовиться к этому Долгожданному событию И как все сделать правильно? Мы бы рекомендовали Если есть возможность Конечно, в такой период Все-таки пока ребенка оставлять дом Если есть возможность Где-то посидеть у бабушки в деревне То есть перед 1 сентября Детям полноценно отдохнуть Набраться сил, витаминов Солнца Да Но есть у родителей Мы прекрасно понимаем Это молодые семьи Или мама-одиночки Или папа-одиночки У нас такие, к сожалению, тоже есть Нет возможности оставить ребенка Конечно, мы с удовольствием Примем ребенка И сделаем все возможное Чтобы сохранить его здоровье И не только его Естественное здоровье И его окружение Потому что ребенок Приходит к нашу семью В большую Поэтому пусть не переживают У нас все отлично Все хорошо У нас все меры проводятся И поэтому со спокойной душой Они пусть привозят своих детей А мы всегда будем рады их встретить Спасибо, Оксана Владимировна Берегите себя И вы берегите себя Здоровья вам Спасибо Вы смотрели специальное интервью Оставайтесь на нашем канале До свидания Продолжение следует...